Впервые в истории белорусского тенниса прошел турнир под названием «Мастерс». Для участия были приглашены 32 спортсмена, лучшие по итогам национального рейтинга страны среди юниоров. Борьба за лидерство проходила с 11 по 14 октября. Приближаемся сейчас к окончанию теннисного сезона, и мы вот посмотрели, кто в возрастных категориях. Это 12 до 14 лет мальчики-девочки, составляют восьмерку сильнейших, и вот они соревновались за весьма ценные призы. Главным организатором выступила Белорусская теннисная федерация, а вот идейным вдохновителем стала знаменитая спортсменка Виктория Азаренко. Именно она профинансировала призовой фонд. По итогам борьбы победителям выделяют средства на участие в международных турнирах. Тем, кто оказался первым в турнирной таблице, предстоит бесплатно съездить в три командировки. Для обладателей последующих мест количество поездок уменьшается ровно на одну позицию. Есть представители как Минска, так и области, так и есть представители из областей, из города Гомеля. Вот у нас Николай Баньков, если мне не изменяет память, занял второе место сейчас среди юношей до 12 лет. Это как бы областной, так скажем, представитель из города Минска, лучшие школы. По правилам теннисного турнира все участники разбивались на четыре категории. Девушки до 12 и до 14 лет, а также парни в возрасте до 12 и до 14 лет соответственно. Чемпионом среди старших стал Александр Калинин. Спортом занимается с шести лет, правда, начинал, как это водится у парней, с футбола. Заметил Александра и привел в теннис легендарный тренер Сергей Михайлович Ведерко. Зачастился в Академии. Начал заниматься профессионально, начали готовить к этому турниру, к всяким европейским. Начал показывать хорошие результаты. И вот благодаря, хотел сказать спасибо Виктории Занкинке и Теннисной Федерации, что она сделала этот турнир. Соревнования состояли из трех этапов. Предварительного, то есть группового, полуфинала и финала. Каждый из них был обязательным для всех возрастных групп. Церемония награждения проходила с участием директора Республиканского центра олимпийской подготовки по теннису Андреем Крайко и именитой спортсменке Виктории Азаренко. Я очень довольна, как ребята старались. Я думаю, что эмоций было много и позитивных, и было, конечно, негативных, и расстройств, и слез. Но это все нормально. Я считаю, что в будущем это будет только помогать нашим ребятам и девочкам как-то себя мотивировать и постоянно вот эту конкуренцию только повышать. Такой дополнительный стимул к соревновательному процессу в Беларуси планируют сделать традиционным. По предварительной информации, это будет итоговый турнир для сильнейших игроков до 12 из 14 и даже для возрастной категории 16 лет. Окончательное решение Белорусская теннисная федерация звучит к следующему сезону. Елизавета Крошинская, Александр Гайдук. Наше утро.